Дорожно-транспортное происшествие – это серьёзная проблема, в которой ежедневно погибают люди, заявили в МВД. По итогам почти пяти месяцев более 500 человек погибло на дорогах республики. Государство и полиция принимают максимальные меры, чтобы снизить печальную статистику. Однако зачастую виновниками аварии становятся не только автолюбители, но и компании, которые не следят за дорожной инфраструктурой. В нашей республике всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов, а требуется установить более 600 единиц светофоров, 25 тысяч дорожных знаков и более 1 миллиона километров дорожной разметки. Такие данные привели в МВД, а ещё рассказали о трудной обстановке. Сложная обстановка на загородных трассах у нас. На них приходится больше тяжких ДТП или 50% всех летальных случаев. Последние годы оборудуются современные магистрали. Это положительно влияет на дорожную безопасность. Так если 15 лет назад на дорогах мы теряли свыше 4 тысяч граждан, то сейчас в два раза меньше. При этом большинство дорог возведены по старым стандартам, а нужно обеспечить реконструкцию более 6 тысяч километров дорог с расширением и обустройством трасс и разделительных полос. Из нового то, что планируется ввести ответственность за превышение средней скорости на загородных дорогах. А вот вам ещё тревожная статистика. Каждое четвёртое ДТП происходит с участием детей. С начала года зарегистрировано почти полторы тысячи ДТП с участием детей, в которых погибло 51 ребёнок, получили травмы свыше полутора тысяч несовершеннолетних. В рамках акции запланировано проведение обследований дорог и территорий вблизи школ, профилактических занятий, лекций на тему безопасности дорожного движения с родителями и учителями. В ответ на наш вопрос, есть ли доля вины в ДТП дорожных компаний, привели такую статистику. В 2023 году сотрудниками административной полиции были привлечены более 51 тысячи должностных лиц, которые ответственны за содержание дорог и дорожных колодцев. То есть, со стороны административной полиции всё делается для того, чтобы дорога не несла в себе препятствия для участников дорожного движения. Но будут ли ужесточать меры в отношении виновников ДТП? Ведь с начала года пресечено уже свыше трёх миллионов нарушений ПТТ, а задержаны порядка 8 тысяч пьяных водителей. И вот, что нам ответили. Комитетом административной полиции предпринимаются меры организационного правого характера. И, как я уже говорил, ужесточили требования правил дорожного движения. Это пересечение одинарной сплошной линии приравняли к выезду на встречную полосу. Снизили скорость автобусов населённых пунктов до 50 км в час. Урегулировали порядок передвижения самокатов. На рассмотрении на сегодня, как уже до этого говорили, значит, в Можилище парламент нормы по регистрации мопедов и обязательности водительских прав на их управление, введение ответственности за превышение средней скорости. Гульнар Умаров, Оганізатор Спанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42.